рубликов на тысячу привезли в онищу то есть привозят соответственно вагон вонючих кошек мертвых родила 18 детей это крайне круто и полезно потому что конечно же в эпоху лужков стайл все было совершенно в обратную сторону и более того если сейчас пройдем дальше какая находка проход сквозь сквозь арку и арку господи остановку и зачем надо было переименовывать станцию кировскую чистые пруды меня тоже не совсем ясно но отец и лоизы в гневе оскопил этого обеляра кстати вот масоны вот оттуда пробрались сюда и вместе с жидами закопали этот дом а потом раскопали в серой будничной москве не хватает чего-то яркого но не будем не будем на самом деле эту проклятую буржуинскую речь использовать мы находимся с вами на мясницкой улице и сегодня я вам расскажу про некоторые вещи на которых иногда я специализируюсь даже а на некоторых я абсолютно не специализируюсь за моей спиной здание гос торга один из программных так сказать монументов архитектурных стиля конструктивизм к сожалению он выглядит не так как задумывался как он задумался я вам сейчас покажу вот так вот вот и как вы видите здесь должна была быть центральная часть которая выступает над основным объемом но на тот момент уже существовало ограничение внутри садового кольца на постройку высотных зданий не знали они что придет господин лужков и проект пришлось соответственно переработать что такое гос торг гос торг это компания которая занималась экспортом и импортом потому что коммунизм коммунизмом а торговлю все равно никто не отменял и к моменту не по это контора разрослась до неимоверных размеров там было несколько тысяч человек и они сидели все по разным углам и нужно было их конечно как-то сконцентрировать в одном месте и тогда архитектор великовский вместе с компанией помощников разработал этот проект и строился он муторно потому что на рынке не хватало материалов вообще конструктивизм и функционализм пришелся в кассу новому строю потому что с одной стороны все лопедарно с другой стороны но это и хорошо потому что не надо никаких украшательств на них нужны дополнительные средства и в итоге мы имеем здесь переработаны уже в наше время проект потому что оконный переплет и конечно не соответствует задуманному внутреннюю брауси вообще как бы промолчу но то что я вам сейчас хочу рассказать то что связано вот непосредственно с этим зданием и с этой конторой честно говоря у меня у любителя кисок вызвало шок вы все знаете прекрасно поэтому владимира маяковского для начала я хочу рассказать вам как он сам себя немножечко плагиатил ну это допустимо когда ты сам у себя чего-то тыришь например вот рекламный слоган по поводу резина 300 владимир маяковский один из главных пиарщиков вообще советского строя у меня есть отдельный выпуск если что я помещу ссылку вот там внизу просто восторг носит север запад юг и восток все это такой вот знаете рекламный слоган а теперь совершенно другое литературное произведение а теперь задирая голову мою на запад и на восток на север и на юг солнцами окон сияет гасторг вот этот вот ваня и вася иди одевайся ну так сказать найдите 20 отличий между посылом ну а теперь самое главное вы помните в собачьем сердце шариков мы их дышали 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 и дело в том что он записался в контору который занимался отловом бродящих кошек собак но дело в том что когда они их душили они их в общем-то не выкидывали не утилизировали они превращали их во что сейчас я вам расскажу есть такое произведение поэтическое владимира мяковского день дон день дон день дон день дон день дон день день кошачьих похорон что за кошки восторг опять опять восторг заказала гасторг ну потому что гасторг с восторгом прекрасно рифмуется кошки мороженые в ящике положенные гасторг вес вес прошел мороз привезли к лету кошек и нету рубликов на тысячу привезли в онищу то есть привозят соответственно вагон вонючих кошек мертвых зовут курбатова трудов горбатого это один из начальников гасторга на тебе на горб дохлятины короб нет такой дуры чтоб купила шкуры подгнили они и диска они день дон день дон день дон день дон день дон все в грустях от похорон с утра до темноты плачут кошки и коты у чернозов тоже слеза на роже один только рад господин бюрократ дин дон дин дон дин дон кто виновник похорон то есть речь идет о том что страна нуждается в огромном количестве меха помните уэллочки и людоедочки мексиканский тушкан покрашенный в зеленый цвет и этот мех производили из кошек их отлавливали убивали и делали из них мех и собственно вот об этом идет речь причем маяковский здесь пишет не о том как жалко убивать кисок а о том что эти шкуры довезли вне кондиции и он негодует об этом то что государственные средства были потрачены на самом деле в пустую в холостую это не единственный казус который связан с данным зданием потому что сейчас мы с вами перейдем улицу и подойдем к этой мемориальной доске как вы знаете мемориальные доски у нас мало кто рассматривает и обратите внимание на фамилию здание гасторга 1927 год читаем первую фамилию беликовский на самом деле он не беликовский на самом деле он вели ковский но вот сказать бывает все ошибаются и я в том числе но одно дело я там что не сморожу до своих видео не то чтобы мне простительно но у меня есть вы замечательные критики и комментаторы которые меня всегда с удовольствием поправляют другое же дело когда это находится на мемориальной доске вообще тема с ошибками по части мемориальных досок это отдельная песня у нас в петербурге есть человек который этим занимается профессионально маяковский он на самом деле неоднократно отображал топонимы москвы в своих произведениях вот например иду мясницкая ночь глуха скачу трясогузкой с ухаба на ухаб прошу обратить внимание на соответственно фактуру улицы с ухаба на ухаб сзади тележкой баба с вещами на ярославский хлюпает по ухабам ярославский вокзал имеется ввиду сбивают вставшие в хвост на галоши то грузовик обдаст то лошадь балансирует четырехлетний навык тащусь межканавич канавок канав и канавок то есть идет время меняется государственный строй единственное что не меняется это характер наших замечательных улиц то есть две проблемы на самом деле россии дураки и дороги сегодня с вами новый прекрасный оператор выглядящий крайне клёво и модно с отличными усиками и естественно как одежда у нас по традиции заведено ссылки на него будут указаны в описании под этим видео обращайтесь к нему а мы останавливаемся возле вот этого здания это особняк лобанова ростовского на самом деле не того самого лобанова ростовского чей более знаменитый особняк из петербурге со львами на котором на одном из этих львов сидел евгений во время наводнения ну согласно по имени александра сергеевича пушкина здесь я бы хотел для начала обратить ваше внимание вот на что даже не на историю этого особняка вот видите что такое кризис стиля классицизма стоят колонны это конечно очень красиво безусловно но обратите внимание что колонны заслоняют свет в окнах но и самое главное вот это вот ниша если сейчас мы наоборот стараемся выдвинуть вперед там террасы всевозможные там окна и прочее прочее то здесь это ниша заслоняет свет вот это была такая проблема с которой боролись во второй половине 19 века в поисках нового стиля ну а для нас это здание интересно тем что здесь после лобанова ростовского тут менялись на самом деле всевозможные владельцы но нас интересует конкретно александр малиновский заведующий директор коллеги иностранных дел и при коллеге иностранных дел был архив архив документов куда ходили многие и там сравнивался кружок который назывался архивные юноши я вот пока снимается этот замечательный особняк ты туда вот наведи а я воспользуюсь возможностью залезу в рюкзак который висит у нашего оператора на спине видите как я эксплуатирую людей заставляя даже таскать свои вещи и покажу вам книжечку которая не помогает это моя книжечка но она мне помогает даже здесь москве дело в том что архивные юноши это вот кружок названный который был назван так сергеем соболевским одним из приятелей пушкина который постоянно его спасал от дуэли и поскольку сергей соболевский жил и в пердербурге и москве вот так вот он выглядел вот его портрет это графиня растопчина и программа в адрес который он писал так вот сергей соболевский собственно он сам был одним из этих архивных юношей и пустил вход этот это понятие у евгения онегина есть такая строфа архивные юноши толпой наталью чопорна глядят и про себя между собой они благословно и про нее между собой неблагодарство на говорят то есть когда татьяну привезли москву а мы об этом сегодня еще поговорим и еще у пушкина есть строфы которая сейчас прочитаю про прогулки тоже по мясницкой и про женитьбу где он пишет про соответственно как хорошо тут по мясницкой разъезжать и он упоминает невесту дело в том что жена вот этого малиновского кстати малиновский был брат того малиновского который был в свою очередь директором циркосельского музея где-то что начался она способствовала женитьбе александра сергеевича а забегая вперед хочу сказать что это здание было приговорено к сносу еще до революции потому что им владели компания липгард и ко и они планировали на самом деле на месте здания госторга и вот здесь вот построить свой комплекс доходных домов но помешала первая мировая война был кризис соответственно и здание осталось стоять на своем месте значит я хочу сказать что у меня есть два ролика который я здесь уже снимал и на один из них вот я помещу ссылку потому что если мы посмотрим вот этот дом и конкретно вот на эту замечательную мемориальную доску чемпион в моем понимании дизайна и всего остального потому что хрен вы прочитаете когда-нибудь что здесь написано ну по крайней мере состоянии 20 метров а написано здесь о том что в этом доме останавливался петр лещайковский и собственно конец информации а на самом деле если мы внимательно изучим историю этого дома мы узнаем что он принадлежал надежда филаретовна фон мек я подробно сейчас не буду об этом говорить потому что опять таки вы в ролике это все посмотрите зачем повторяться но вкратце хочу сказать что надежда филаретовна фон мек она родила 18 детей один из которых выжили и при этом она была одним из главных меценатов в том числе спонсировала петра леща чайковского она выделяла ему в год 6000 рублей а этот дом она купила за 45 вот сравните пропорции поймите сколько денег получал чайковский и благодаря чему он наконец смог заниматься просто творчеством не писать на потребу заниматься тем что ему нравится и самый прикол конечно же небезызвестный я думаю негам некоторым за что они никогда не встречались один раз они встретились в ее имении то есть она ему писала письма и говорила что проходите и говорила что не поддерживал всячески морально помимо то что спонсировал деньгами и вот эта удивительная история она от него ничего не хотела просто просто отдавала ему деньги мы с вами идем дальше да но второй раз она прогадала потому что у нее здесь еще преподавал композитор дебюси который посвадался к одной из ее дочерей и вот ему то она отказала и более того попросила сгинуть из дома из этого и в общем то не всегда у надежды флоретовны как бы срабатывал нюх более того писали чайковский например негодовал что она читает писарева потому что чайковский ну писарев сравнивал классическую музыку с произведением одного из поваров одного из дорогих ресторанов не находя в этом никакой разницы и он негодовал как вы с таким утонченным вкусом можете читать этого человека то есть как бы не всегда это все не отрабатывало тем не менее теперь представим такую ситуацию вот вы окончили вуз например замечательный технический университет имени баумана и вы со товарищами решаете скинуться и построить себе свой собственный дом причем не для того чтобы там жить а для того чтобы это был у вас такое место встреч чтобы этот дом приносил определенный доход мы не понимаю вообще этой идеи это вот мы вопрос о том как меняются контексты со временем культурный бизнес контексте все остальное дело в том что до революции российской империи было всего шесть университетов один из них самом русском городе варшаве например и если вы оканчивали это один из университетов если вы не дебил а это как правило бы не дебил то ваша жизнь удалась люди с высшим образованием жили очень хорошо особенно в технической сфере и вот действительно выпускники императорского технического училища высшего императорского технического училища и собственно вот это альма-матера повертишься потом имя баумана про баумана я кстати отдельно как-нибудь расскажу на бауманской там стоит ему памятник они собрались один из них сказал давайте построить себе собственный дом ну сначала со скепсисом неким к этому отнеслись но потом скинулись деньгами и действительно вот если мы посмотрим вот сюда вот это замечательный совершенно предстоящий особняк я бы даже стал готический дворец буквально за год было построено здание то есть она сначала было спроектировано по проекту архитектора минкуса потом выиграл конкурс валькот мне почему то все время хочется нам на французский манер называть его фамилию это собственно автор гостиницы метрополь но используя его проект архитектор кузнецов построила этот дом ну тут естественно вместе висит мемориальная доска владимир лечу ленина потому что владимир лечу ленин где присел там собственно ему и доска почему кстати она тут висит я тоже сейчас скажу и вот если присмотреться к этому зданию тут во первых даже по членению на самом деле фасадом и члене не можно понять на первом этаже здесь существовала как бы конторы на втором этаже была столовая библиотека и общий зал для собраний а дальше начинались квартиры которые сдавали в наем я даже склад мебелированные комнаты где например жил художник мошков свое время по центру п о это политехническое общество мы сейчас вот наблюдаем и если мы сейчас вот переместимся прямо вот на эту точку и по центру с снимем то я сейчас покажу одну фотографию 1923 года где сидят участники курсов для дошкольного образования и вывеска гласит что здесь располагался дом советов действительно сюда заехала ну новая власть организовал здесь дом советов например здесь был первый съезд союза коммунистической молодежи и очень интересный вот там на самом верху вот в этих вот по сути гербах рисунки то есть обычно мы там наблюдаем какие-то там родовые знаки и прочее а тут у нас где то у нас паровоз где то у нас часть станка где-то там у нас мензурки это все дань на самом деле стране англии а потому что участники этого политические политехнического общества вот кстати вот там печатает станок например изображен участники 35 политехнического общества считали что Англия, произвестница технического прогресса, что она вот в основном все придумала, там и паровоз, и тканский станок и так далее. И именно поэтому и стилистика этого дома, она вот в таком готическом, я бы даже сказал немножко готическо-шотландском стиле, в неоромантическом. Мы с вами сейчас заходим вот сюда и начинаем разговор про то, как вообще менялись дома. Ну, представьте себе, вы покупаете квартиру у какой-нибудь бабушки, да, и заезжаете в замечательнейший, чудеснейший чудеснейший интерьер советского времени. Вы, конечно же, начинаете свой ремонт. Точно так же люди поступали обычно, когда они покупали старые двоярские палаты. Кстати, прервусь, обратите внимание вот на эту вот часть. Здесь раньше стоял дом, вот его остатки, мы можем видеть. И, несмотря на то, что мы ушли с Харитоневского переулка, с Малого Харитоневского, я сейчас покажу как раз картинку, изображающую вот этот вот особняк, и там мы можем увидеть дом, который стоял с левой стороны, вот прямо здесь. Так вот, вы делаете ремонт. И вот мы сейчас переместимся, перевернем камеру в эту сторону, и увидим, что здесь у нас, ну, особняк такой 19-го, 18-го века. И вот, смотрите, раскрыли некий объем. То есть это лестница, это старая лестница, сохранившаяся еще от палат 17-го века. И вот это сейчас просто повальная тенденция, которая мне очень нравится в Москве. Если раньше это были единичные случаи, то сейчас, когда ты гуляешь по городу, ты встречаешь это сплошь и рядом. Люди на всех уровнях начали интересоваться своим прошлым, скрывая старые вывески, реконструируют. Это крайне круто и полезно, потому что, конечно же, в эпоху Лужков-стайл все было совершенно в обратную сторону. И более того, если мы сейчас пройдем дальше, посмотрим на этот особняк изнутри, ну, то есть со двора, да, то мы сейчас увидим еще один раскрытый объем, который показывает нам структуру этого здания, как она менялась со временем. Вот можно перевести взгляд вот туда. И вот, видите, там кусок аккуратно раскрытый. И более того, там есть элемент традиционный, который я всегда показываю. И постоянные зрители мои его уже знают. Причем в Москве он больше, чаще встречается, чем в Петербурге, потому что Москва более древний город. Вот. Это связь. То есть, когда дом с двух сторон так замыкается и крепится. Я тут показывал некую полосу, которая опоясывает одно из подсобных помещений в Петербурге. Мне кто-то написал, что это сейсмологическая защита, то есть от землетрясений. Ну, Петербург-то известен своими землетрясениями, вы же помните, да, они там прям каждый год, можно сказать, случаются. Нет, на самом деле это просто, чтобы дом не развалился. Вот как он перестраивался. Здесь даже, видите, раскрыты проемы старые. И вот этому кирпичу, причем, видите, он какой разновеликий кирпич-то, вот этому кирпичу, ему уже, ну, пол тысячи лет, без малого, скорее всего. Мы с вами ну, пойдем сюда. Почему? Потому что отсюда открывается чудесный вид сочетания старого и не старого. Значит, вот там вот здание, о котором мы сейчас будем говорить, а вот это получается даже аж 17 век, как мы знаем. И вот с этой стороны тут уже фактура не специально раскрытая, а как бы, ну, вот существующая просто в силу того, что не дошли пока сюда ни реставраторы, ни все остальные. Вот, видите, здесь были раньше, здесь была раньше арка, вот она идет, начинается, вот она идет, 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 и здесь заканчивается. Ее заложили и сделали вот такую дверь, как говорили аристократические граждане. Ну, а потом, соответственно, нанесли штукатурку. Вот тут прямо показано, каким простым способом переделывались эти дома, точнее, даже эти флигели. Мы выходим обратно на Мясницкую улицу, и пока мы туда идем, я как раз прочитаю стишок Александра Сергеевича Пушкина, да, вот мы говорили про дом Лобанова Ростовского. Он такой, знаете, страдающий стишок, потому что Пушкин его писал, находясь за пределами Златоглавый. Долго ли мне в тоске голодный пост невольный соблюдать и телятиной холодной трюфлей яро вспоминать? Яр имеется в виду знаменитый ресторан, который находился на Кузнецком мосту. И вот, ну, во-первых, хочу обратить ваше внимание, что, ну, крестьяне-то вообще не могли даже мечтать о телятине холодной. Я про трюфлей яра-то и вообще даже заикаться не стану. А вот Александр Сергеевич немножечко ему поднадоело холодной телятиной, хочется ему трюфлей. То ли дело быть на месте Помясницкой разъезжать, а деревне о невесте на досуге помышлять. То есть, он разъезжает Помясницкой и как раз таки вот идем туда. Парик залез на бурот. Фу. И как раз таки почему? Потому что вот супруга Малиновского очень способствовала женитьбе Александра Сергеевича. Здесь у нас сохранились петли. Тут когда-то были ворота. Видите, то есть это все закрывалось. А это барская усадьба. Вот это называется Курдонер. Курдонер. Это та конфигурация, которая потом перекочевала в коммерческие здания для того, чтобы повысить количество VIP-квартир. Здесь мы можем видеть вот сохранившиеся вот эти вот, знаете, как будто чужие торчат из фильма. На самом деле это флагодержатели. И они изображают, ну, можно предположить, что они изображают голову Грифона, потому что он был на гербе дома Романовых. Они были сделаны к трехсотлетию дома Романовых и размешаны везде, где только можно. Сейчас это здание арендует холдинг Аргументы и Факты. Здесь когда-то у нас останавливался Александр Грибоедов. Собственно, почему ему памятник стоит на Чистых Прудах, потому что он жил неподалеку. Здесь он пописывал свое незабвенное произведение «Горе от ума». Ну и, собственно, его приятель, конечно, потом очень расстраивался, что тот посоветовал ему отправиться в Персию, но у Грибоедова не было другого выхода. Он участвовал в четвертной дуэли, которая описана тоже в моей вот этой книжке «Четвертная дуэль». Она связана с домом номер 11 по Невскому проспекту, когда Заводовский стрелял со Шереметьевым, а Якушкину, который ему очень было... Не Якушкину, Якубовичу, извините, потому что Якушкина цареубийственный кинжал натачивала, как мы знаем, исходя из Евгения Онегина. А мы говорим про улицу, про человека, имя которого даже улица названа у нас до сих пор в Петербурге, рядом с манежем по проекту Кваренки построена. Вот. Ему было обидно, и он, соответственно, тоже вызвал приятеля Заводовского, Грибоедова на дуэли. И они должны были стреляться, но, поскольку Заводовский Шереметьево пострелил, дуэль перенеслась. И дальше там есть две версии, по одной из версий, пойдем, может, нас пропустят, наконец, по одной из версий в Тифлисе они опять стрелялись, и, точнее, одна из версий глотит о том, что потом они помирились, а другая версия глотит о том, что тот ему Грибоедова стрелил то ли палец, то ли кисть прострелилась с мыслями о том, что ну, хотя бы перестанет играть на пианино, на рояле тогда все играли. Здесь у нас вот памятник товарищу Корбузье. У Корбузье это общее с Литваффой, чтобы что-то там потрудились над изменением облика Европы, что они добили злобные циклопы. Я лучше посмотрю, что-то у меня с головой проблема. Есть, опять-таки, у меня отдельный подробный выпуск отсюда, снятый еще много лет назад. Там я подробно рассказываю про взаимоотношение Корбузье и Эллен Грей. Это такая была ирландско-штатландская дизайнерша. Придумал знаменитый столик Е-127 1027. Виллу построено, где жила с своим любовником Бадовичем, румынским критиком. И вот, собственно, как Корбузье ее доставал. Потому что она подарила эту виллу Бадовичу, съехала оттуда. Корбузье нарисовал там фреску свою. А ей это не понравилось. Она построила свой собственный дом там Папайя. Он построил за ней, прямо за ней свою некую избушку, которую она назвала ужасным сараем. Ну и в общем Корбузье и умер на ее вилле, которую он потом выкупил и пошел купаться и тому. Но, о чем я не рассказывал в этом выпуске, кстати, памятник недавний, в 2005 году он только построен был, я не рассказывал о том, что Корбузье ведь участвовал в конкурсе на проект Дворца Советов. У меня есть отдельная лекция по поводу сталинской реконструкции Москвы 1935 года, где еще немножко про этот конкурс рассказывают. Корбузье представил свой проект, он был чисто такой вот, во-первых, плоский, не туда, а туда. Во-вторых, он был совершенно в другом стиле, а дискурс уже сменился, архитектурный вектор. И презентация, конечно, была совершенно слыхшибательная. Корбузье лично приехал презентовать этот проект Сталину, ну и комиссии, которая с ним была. началось все с того, что на контрабасе с ней сыграл интернационал, потом вынесли этот макет под неким покрывалом, на последних, соответственно, звуках покрывала сорвали, там была такая, значит, в макете такая арка с тросами, и он эти тросы на макете сделал тоже в виде струн, и он конец мелодии доиграл на этих струнах. по апокрифической легенде Юсиф Виссарионович, которому не понравился макет, ну, понятное дело, ему нравилось вот это вот, видите, вот там вот замечательное высотное здание по проекту Душкина, ну, не только Душкина, но главный архитектор он был. Вот такой ему уже начинал нравиться, сталинский ампир, то, что сейчас у нас называется, и какая находка, проход сквозь, сквозь арку, арку, господи, остановку, да, видали? Мы растем, мы художественно развиваемся, да, как сказал замечательный фотограф Юрий Молотковец, фотограф Эрмитажа в конце нашего интервью, когда Леха увел камеру, потрясающий уход камеры, да, very creative. Так вот, в общем, не понравился Сталину проект, и он сказал, а суликон так сыграть может, да, на этом контрабасе. Поэтому Корбюзье пошел лесом, и, в общем-то, вот это здание, нарком Легпром, изначально назывался, потом Центр Союза, оно строилось без его участия, принимал участие в постройке его двоюродный брат Женере, Женере настоящая фамилия, Корбюзье, он вообще из Швейцарии. И, кстати, у меня есть такое подозрение, что вот этот вот псевдоним, нужен на самом деле Легкорбюзье, да, Корбюзье, это ворон по-французски, Азье, это всегда окончание там, знаешь, Менюзье, например, да, вот я столяр, я Менюзье, то есть это такой ворон-ремесленник, ну, это мое предположение, я не лингвист французский. Вот, соответственно, я не буду подробно рассказывать, потому что, я серьезно говорю, есть отдельный выпуск, я помещу внизу, повторяться не хочу, потому что времени мало, а рассказать хочется о многом и показать то же самое. Просто единственное, что, к сожалению, конечно, проект был переработан, очень сильно нету вот этого сквозного прохода. Это один из главных вообще замыслов Корбюзье, вот этот дом на ножках, и, кстати, вот эти дома на ножках, потом они стали в 60-70-х годах в даль памяти Корбюзье постоянно продуцироваться. У нас-то Приморское есть, дома на курьих ножках, в Москве, как вы знаете, есть несколько, а мы переводим взгляд вот сюда, это абсолютно утилитарная постройка, ничем не примечательна, на первый взгляд, если бы, опять-таки, не вот эти вот странные проплешины, которые появились вот буквально недавно. Я водил здесь экскурсию в прошлом году, этого не было. Это, опять-таки, попытка воссоздать и показать изначальную фактуру здания, то есть продемонстрирую, что здание гораздо более старое, чем оно было, и это правда, потому что это вообще старые демидовские палаты. Перестроено оно было под проекту Альберта Катариновича Кабоса, это автор здания Мариинского театра, и он участвовал в перестройке после пожара Большого театра в Москве. Это почтамп, почтамп, изначальный почтамп, московский, значит, опять-таки, бросающаяся в глаза, режущая в глаз вывеска висит вот здесь. Совершенно неприметная. Она говорит о том, что в 1905 году здесь был замес. И действительно, на самом деле, Мясницкая играла ключевую роль всегда в революционных событиях, потому что, во-первых, почтамп был здесь, потом переехал туда за чистые пруды, за чистопрудный бульвар, мы туда дойдем. Куда мы не дойдем, это в Милютинский переулок, там была телефонная станция, которую уже брали в 1617 году специально. И вот, если мы почитаем, очень хорошее, кстати, произведение литературное, настоятельно рекомендую, Борису Викторовичу Савенкову, знаменитого террориста, то, чего не было, то там был такой, один из главных героев, Давид, и его, когда поймали, он на красный прессе там постреливал, его, когда поймали, солдата Семеновского полка, и там есть такая строчка, что он вспомнил, что он стрелял на Мясницкой. Савенков об этом пишет. Имеется в виду, вот как раз вот эти события на Мясницкой улице, потому что, как вы знаете, согласно всем законам, в первую очередь нужно захватить почтамп и все остальное. Значит, мы сейчас с вами зайдем на секунду вот сюда. Я люблю заходить во всякие арки, закоулки и все такое прочее. И здесь перед нами представят совершенно потрясающий пейзаж. Я бы даже сказал, такой чисто петербургский. Видите, какой мощный бронмаур и мощная стена. Я всегда говорю, что бронмауры только в Петербурге, но я лукавлю, конечно. Они есть и здесь, в Москве. И это вот пока еще сохраняющийся такой, знаете, задворочный пейзаж. Я думаю, когда-нибудь он изменится на самом деле. Выходим. Значит, надо еще напомнить о том, что раньше же на месте здания Центра Союза на комплект Прома стояла церковь Николы. Святого Николая. Их было огромное количество в Москве. И эту церковь можно видеть на старой фотографии, если мы посмотрим на нее, дойдя вот до того угла. Но пока мы туда идем, я хочу сказать, что вот это вот усадьба Кузьмы-Солдатенкова. И вообще изначально, конечно же, не было ни этого забора, ни вот этих вот даже, ну это не, господи, не елки, это туи, наверное, что-то. Я не дендролог, да, не силен в этом во всем. Значит, для начала я вам хочу показать, как выглядела эта усадьба без забора. А теперь, если мы переведем взгляд вот в ту сторону, да, вот в перспективу туда, то мы увидим на заднем плане как раз-таки церковь Николы на Мясницкой и кусок вот у старой усадьбы Солдатенкова. Солдатенков, он один из тех купцов, которые, как и Третьяков, и Мамонов, и все остальные замечательные ребята, очень сильно помогал и нашей культуре в том числе. И, например, здесь у него была свободная для всех людей коллекция живописи русских авторов, куда мог прийти каждый вот в этом особняке. Но для нас он интересен не только этим, для нас он интересен тем, что во время Второй мировой войны, когда была сформирована ставка Верховного командования, кстати, первым ее председателем, начальником был не Сталин, был Тимошенко, Кремль еще был не замаскирован и, соответственно, нужно было найти место, куда она могла переехать. И тому способствовало несколько факторов. Значит, один из них заключался в том, чтобы здание это должно было быть малоприметное. Ну и второе, оно должно было быть рядом с бомбоубежищем главным, о котором я сейчас скажу пару слов. И ставка переехала вот сюда. Вот в этот особнячок здесь она располагалась до того момента, пока соответственно не было оборудовано специальное помещение в Кремле и пока Кремль не был замаскирован и именно здесь Юсиф Виссарионович Сталин со своими соратниками, Жуков в том числе там, естественно, бывал, отдавал первые приказы и подписывал первые военные указы. Мы сейчас с вами еще раз на секунду нырнем еще в одну арку, потому что там тоже есть на что посмотреть. вот сюда. что-то я забываю, что я же этот Мостин Пауэс Энглич Спайер. Ну, вы же знаете, что я поклонник буржуазного формализма и жесткий антисоветчик почему-то для некоторых. Хотя я таковым не являюсь. А здесь у нас уже, смотрите, такой облагороженный, облагороженный Брандмауэр. Голубенький, прекрасный. Вот таких даже в Петербурге вы не встретите. Чудесная, покрытая плющом стена, прям такой отсыл к Южной Европе, что приятно. И вы видите, как меняется фактура здания, когда вы попадаете внутрь. То есть, если с той стороны фасады стараются делать более-менее презентабельными, потому что задача сдать как можно дороже эту жилплощадь, то здесь уже изнутри можно не париться. Ну и, собственно, поэтому все кондиционеры и все вот это, все вот это трихомуде вывешено обычно внутри. Слава Богу, на самом деле. Возвращаемся с вами на Мясницкую улицу. Мы с вами сейчас ненадолго буквально выйдем на площадь Мясницких ворот. Дело в том, что раньше, естественно, проходила стена Белого города. Я об этом рассказывал в предыдущем в своем выпуске. От покровки до хитровки не буду повторяться. Ну и тем более про это вам только ленивый московский гид и краевед не расскажет. Это все понятно. Что надо сказать относительно вот этого здания, да, где стояла ставка. Метрополитен, когда строился в Москве, очень долго думали, ну была такая концептуальная битва между тем, каким способом строить, открытым или закрытым. Это раз. А во-вторых, насколько должна залегать глубоко станция, каждая станция метрополитена. Хотели сначала сделать как в Европе, потому что это дешевле. И, например, вот улица Остоженка раньше называлась Метростроицкой, потому что там строили улицу открытым способом, ее вскрывали и делали. В Ленинграде такая тема не прокатима, да, как вы понимаете, там совсем другие почвы. У нас одно из самых глубоких, если не самое глубокое метро в мире. И на станции метро Чистые пруды, которая раньше называлась Кировской, да, в честь Сергея Мироновича Кирова, там как раз прямо на перроне и была организована ставка Верховного командования, куда они перебазировались во время авианалетов. И перрон этот был просто зашит специальными досками. И во время войны поезда проходили не останавливаясь мимо этой станции. Не так давно и вернули историческое название Чистые пруды, но это как бы ксюмарон, потому что изначально не называлась станция Чистые пруды, она изначально называлась Кировской, поэтому очень странно. То есть, вот у нас, например, проспект Сахарова, да, то есть дублер, который был пробит, кстати, еще по инициативе Великовского, это он первый предложил пробить этот дублер. У Шестаков в 26-м году в плане, в новом плане касается Москвы, он присутствовал, он назывался Новокировский проспект и был переименован в честь Академика Сахарова. Я ничего не имею против Академика Сахарова и прочего, но мне кажется, что фигура Сергея Миллановича Кирова, она неодиозная и почему нужно убирать его из контекста времени, для меня совершенно непонятно, да, и зачем надо было переименовывать станцию Кировскую в Чистые пруды, для меня тоже не совсем ясно, но это, сказать, дело ясное, что дело темное. Вот там у нас на том пятаке, где сейчас у нас наикрасивейшее, наипрекраснейшее здание Этсетера, такое ощущение, что архитектор нанял ребят из шестого Б-класса и они ему из Лего сделали макет, да, потому что это, извините за мой французский, я не знаю, как это назвать, никакие критические слова не подходят для описания этого чудесного здания. Но раньше на этом месте стояла церковь Флора и Лавра. Флора и Лавра были братья, которые были не очень хорошие подрядчики, да, им один языческий император сказал построить храм, ну, языческий, соответственно, они его построили, что они дальше сделали, они начали там проводить христианские собрания, убили, разбили там все тотемы, ну, и, соответственно, за это, как вы понимаете, поголовки не погладили, их бросили живыми в колодец и закопали, а потом их мощи были обретены, и дело в том, что когда в день обретения их мощей вдруг прекратилась гибель скота, домашнего скота, и именно поэтому Флора и Лавра они были покровителями прежде всего таксистов того времени, извозчиков, потому что в день этих святых все извозчики Москвы на своих лошадях приезжали сюда на площадь Мясницких ворот, я могу себе представить, что здесь творилось, потому что нужно было обязательно осветить, окропить лошадей, но это как бы еще более-менее понятно, потому что лошадь это все-таки живое существо, но по традиции, как вы знаете, сейчас и механизированных лошадей окропляют, слушай, дождь пошел, ты как там, не, нормально, я переживаю за технику просто за твою, настоящий мужик, да, и более того, вот даже в романе «Война и мир» там есть молитва одного из крестьянских вот этих извозчиков, который молится в том числе и Флору, и Лавру, и говорит, что это лошадиный праздник, ну а почему мы еще сюда пришли помимо того, что мы хотим рассказать про церковь Флора и Лавра, я хочу, вот если мы ставим сюда, я хочу вам показать знаменитую картину о пленаре Воснецова, как выглядела эта площадь Мясницких ворот раньше, и вы без пяти литров не разберетесь, что там изображено, потому что там, ну, во-первых, сама это церковь, во-вторых, там у нас покрытие, VIP покрытие из бревен сделанное, это еще хорошо бревна, потому что их могло и не быть на самом деле, ну и во-вторых, там показаны сами эти Мясницкие ворота, значит, почтант потом переехал вот сюда, вот в это здание, которое сейчас находится в сетке, а мы, пользуясь случаем, что здесь есть остановка, я вам хочу показать вот это здание, да, где сейчас тоже висит защитная сетка, и хочу показать вам пару, давайте поставим оператора под навес, все-таки будем милостливы к нему, да, я-то что, я-то выживу, значит, дело в том, что это в Краеведе называется дом Яшкова, и этот дом Яшкова, он известен тем, что, ну, во-первых, считается, что там были тайные масонские собрания, ну, это тоже оксимарон, потому что масонские собрания всегда тайные, масломасляные, и об этом даже писал сын художника Леонида Пастернака, Борис Пастернак, в своих воспоминаниях, и более того, это даже отображено у него в некоторых его поэтических произведениях, потому что Леонид Пастернак здесь жил в своей казенной квартире, здесь было училище воянеизучества, организованное Строгановым, начиналось оно в том доме Лобановых-Ростовских, а потом оно переехало сюда, и вот персона Пастернака нам еще сегодня понадобится, потому что он имеет отношение еще к семье Высоцких, где же, где же, где же, где же, вот, когда-то дом был ложью масонской, лет сто назад он перешел в казну, пустые классы щурились на солнце, ремонтный хлам располагал ко сну, например, писал Пастернак вот про это замечательное здание, потом у него есть там мне 14 лет, в Хутемас еще школа вояне, а вот она, в том крыне, где Рафак, наверху мастерская отца, значит, в Хутемас это всероссийские художественные технические мастерские, которые были здесь потом организованы на базе вот этой школы воянеизучества, потом переименована в Хутеин, и вот одна из больших для меня проблем, ну, не моих проблем, конечно, вообще, моих, так сказать, забот и печали заключается в том, что Баухаус, вы знаете, во всем мире, да, Вальтера Гроппеса, ну, по крайней мере, в Европе он звучит, у нас, может, он меньше известен, тем не менее, была такая постпанк-группа Баухаус, если кто не в курсе в 80-х годах. Вот в нашем мастерске, в Хутемас, в Хутеин, к сожалению, мало известны кому бы то ни было, потому что наследие их не сохранилось, если наследие Баухаус, я всегда показываю во время экскурсии в Берлин, завожу специальный магазин, где там есть стенды, где можно все это посмотреть, эти чайники их, вешалки и прочее придуманные, ну, то есть дизайн, настоящий дизайн, который пошел в 20-х годах, потому что до этого дизайн был, ну, вот эти всякие пушевые, я не знаю, там, кресла и все такое прочее, то вот наши разработки, к сожалению, канули в лету, и вот это крайне печально на самом деле, мы с вами возвращаемся обратно, потому что мы сейчас пойдем уже через Гусятников переулок в Огородную Слободу, вот, действительно по легенде тут и Новиков был один из самых известных московских масонов, потому что, ну, вот эта ротонда, она как бы считается была сделана для вот этих вот самых масонских собраний, но понимаете, в чем дело, у нас вокруг масонства, у меня там тоже есть и лекция отдельная, такое количество всего накручено, пойдем, вот там пока зеленый свет, что им приписывается чуть ли там, я не знаю, не поедание младенцев по ночам, на самом деле, это был клуб по интересам и более того, я хочу сказать, честно говоря, порой детский сад, вот даже если мы сюда посмотрим, вот смотрите, видите, чтобы привлечь внимание, ну, понятно, реклама, это чего на самом деле, здесь не хватает движения котики против, у нас в Петербурге замечательное движение, коты против, они замазывают такие рекламки, мы там тоже замажем естественный адрес этого всего, значит, туда мы не будем, естественно, идти, потому что туда у меня отдельный маршрут, обычно, либо прямо, либо мы сворачиваем направо, идем к башне Меньшикова, которая тоже там связана с определенными насосскими историями, нет, мы сейчас с вами пойдем в другое место, потому что мне хочется вам рассказать, во-первых, о том, что мелькало во время моих студий из области древолюционного терроризма, и о чем, как правило, на самом деле, там не рассказывают гиды, потому что, ну, собственно, это не их интерес, они там рассказывают как раз-таки о Борисе Пастернаке, во всем о другом и пятом и десятом. Дело в том, что мы с вами отправляемся в переулок Огородная Сламада, вообще, зацените контекст, да, вот сейчас это центральный центр, вообще центральный центр, а когда-то там были, простите меня, огороды, да, и название это это соображает. И в этом переулке там есть пара особняков, которые для нас интересны, один из них принадлежал чей-то торговцам Высоцким, точнее говоря, самому главному чей-то торговцу Высоцкому Вульфу. Кстати, не путайте, пожалуйста, некоторые уверяют, что это тот самый чей-то торговец, от которого потом пошел наш знаменитый Высоцкий. Наш знаменитый Высоцкий тоже был от Вульфа Высоцкого, но они были разные, Вульфы, и из разных областей происхождения. И тут надо сказать, что чай в Российской империи, он довольно долго поставлялся по суше, ведь название у нас, он называется чай, а в Англии называется tea, по-французски он чахал, да, потому что поставляли из разных областей. У нас был так называемый кантонский чай, и по-моему, при императоре Александре III наконец позволили поставлять чай по морю. И открылись новые рынки, прежде всего в Индии, да, Цейлон, и вот эта вся азиатская тема. И вот этот вот Вульф Высоцкий, он приехал в Москву, устроился к Боткину, знаменитому, от которому тоже потом произошла целая династия различных талантливых людей. И вот, представляете, 10 лет, 10 лет русский человек Боткин писал прошения в различные инстанции, чтобы Вульфу Высоцкому, еврею по национальности, да, иудею, разрешили жить в Москве. Так вот он ему приглянулся. В итоге этот Вульф Высоцкий получил звание купца первой гильдии, это дало ему определенные привилегии, и он начал торговать чаем, да, так успешно, что в итоге вывел свое предприятие на небывалый уровень. Он был вторым в Москве успешным, богатым евреем после Лазаря Полякова, знаменитого банкира и все такое. Соответственно на чай он сделал колоссальные деньги, и у него были дети. Ну, понятно. У него было три дочери и сын. Сын-наследник, Давид его, по-моему, звали, но не столь интересен он нам. Кстати, именно Вульф Высоцкий жертвовал огромные деньги на синагогу, он организовал в Хайфе главное высшетехническое учебное заведение. Вот здесь, кстати, можно тоже под этими под деревцами встать, поменьше будет капать. Вот этот вот особняк, мы к нему еще подойдем. И у Вульфа Высоцкого была одна из дочерей, ее звали, по-моему, Фрейда. Фрейда и еще одно имя было. Вот эта третья его дочь вышла замуж за Михаила Рафаиловича Готца. Михаил Рафаилович Готц это один из трех людей, вместе с ним был Чернов и Азев, кто основал партию социалистов-революционеров. Самая главная террористическая партия в Москве, вот я уже упоминал Бориса Викторовича Савенкова, главу боевой организации партии социалистов-революционеров. Азев был, как мы знаем, двойным шпионом, двойным игроком. И откуда деньги? Ведь террористическая деятельность это крайне дорогое предприятие. Вам нужно покупать лошадей, чтобы изображать извозчиков, вам нужно оплачивать гостиницу, вам нужно оплачивать бомбы, динамит и так далее. Точнее, бомбы они сами делали. Высоцкий. Высоцкий потихонечку спонсировал и вот Михаил Рафаилович Готц. Он эти бабки у него получал. Сам Готц, он был больной, он получил травму во время одного из своих пребываний в заключении. А вот брат его, Абрам Готц, он участвовал в террористических мероприятиях непосредственно на местах. Поэтому вот из этого особняка шло бабло на убиение как бы царских вельмож. Но хочу сказать, что я никоим образом и не оправдываю, и не осуждаю, я просто хочу сказать, что это было бы условно тем, что царское правительство проявляло тупейшую политику относительно так называемых инородцев. То есть он был человек крайне богатым, но очень ограниченным в своих правах. Мы этого еще коснемся, когда будем говорить про Павла по очереди Бушинского. Это первый момент. Ну а второй момент сюда у него была еще дочь Ида Высоцкая, которой сюда хаживал как раз таки Борис Пастернак. И Борис Леонидович Пастернак вот опять-таки как меняется контекст. Он преподавал Иде Высоцкой. Здесь определенные предметы. Она готовилась к поступлению и Пастернак тоже готовилась к поступлению. И он писал, что ее значит ну как бы сказать серберша, ее смотрительница, ее воспитательница понимала, что геометрия, которую он преподает скорее Абелярова, нежели Эвклидова. И вот мы сейчас не понимаем иногда контекст этой фразы. А вот я когда в Париж езжу, всегда рассказываю, ну не всегда, к сожалению, каюсь, не всем рассказываю, про Абеляра, знаменитого схоласта и философа раннего Средневековья, который действительно с 18-й Элоизой замутил, у них даже родился ребенок, но отец Элоизы в гневе оскопил этого Абеляра. Но это была знаменитая такая история, как учитель, он не соблазнил, у них действительно были какие-то любовные отношения, взаимные, стал, значит, вот, мутить со своей возлюбленной. Вы знаете, дождь усиливается, поэтому мы, наверное, сейчас будем, к сожалению, закругляться и не дойдем до, блин, палат Юсупова, где я вам хотел рассказать. Ну ничего страшного, дойдем в следующий раз. Но пока мы здесь стоим, во-первых, я вам хочу показать, что вот здесь вот сейчас стоит молодой Ленин. Молодой, молодой. А раньше, раньше, на этом месте, ну для начала я вам сейчас покажу одну картинку. Там стоял памятник Ага, Иосифа Иосифовичу Сталину аж с растральными колоннами, да, самые известные растральные колонны находятся в Петербурге, вы можете видеть их на 50-рублевой купюре, они на Сильском острове расположены. После того, как Иосиф Иосифович Сталин вдруг стал, в общем-то, врагом народа, тут поставили старого Ленина. Но и старый Ленин как бы долго не простоял, возможно, сам развалился, и в итоге поставили молодого Ленина, потому что сюда потом заехало, значит, ну изначально здесь было общество старых большевиков, но, как вы знаете, к 30-м годам выяснилось, что общество старых большевиков, как и общество политкатаджана, поселенцев, это плохие ребята, враги, 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 враги. Общество все закрыли, часть из них репрессировали, ну а потом вот Иосиф Иосифович пошел лесом, пока наконец сюда не поставили вот этого молодого, молодого у Ульянова Ленина, такого доброго, целеустремленного. Я вот хочу сказать, что у него лесу здесь чем-то мне Леонардо Ди Каприо напоминает, ну такое, более нашего, знаете, ну что, выйдем под дождь, выйдем под дождь, а он, кстати, чуть-чуть подзакончился, но мы все равно, наверное, не будем сейчас насиловать нашу технику. Голова у него тут слетала один раз, и у меня, к сожалению, не сохранилась фотография, я тут гулял, фотографировал, как он был весь обложен, соответственно, защитными материалами. Я вам хочу показать одну мемориальную доску, это просто шедевр, абсолютный шедевр, нейминга мемориального. Она гласит о том, что здесь, да, в этом неоднократно бывала надежда Константиновна Крупская, выдающийся деятель коммунистической партии советского государства и большой друг детей. Я всегда спрашиваю своих экскурсантов, что это за такая странная должность большой друг детей, да, то есть, плюс обратите внимание, что, кстати, вот масоны вот оттуда пробрались сюда и вместе с жидами закопали этот дом, а потом раскопали. Представляете? Вот. Ну, а сейчас мы тогда пользуемся случаем, что здесь вот есть у нас тоже такая прекрасная точка, где можно достать и по меньшим окнам. Будем смотреть вот на этот особняк, и, наверное, действительно мы здесь финишируем, а про Рябушинских и про Юсуповых я уж, извините, расскажу вам в другой раз. Ну, подготовленный не менее интересный маршрут. Значит, дело в том, что этот особняк был построен по проекту уже небезызвестного архитектора из прошлого выпуска, московского я имею ввиду, Дриттен Прейса. Вспоминаем, как его можно учить. Шитта Дритта Дриттен Прейс. Он был построен для одного купца, которому он не понравился, и тот он продал другому купцу по имени, по фамилии Грибов. У него была супруга Ольга Грибова, актриса, прекрасная во всех отношениях, но если мы посмотрим на ее портрет, то вот это каждый раз, я на примере Полины Виардо, Лили Брик, всех остальных показываю, говорю, что женщины на фотографии вроде как не очень красивые, но по ним сохли все. Бывает у женщин такая внутренняя сексуальность у девушек, что она, может быть, не глянцевой красотой обладает, но тем не менее ни один мужик мимо не пройдет. Вот Грибова была как раз из таких. Ну и, естественно, она как актриса пользовалась популярностью у некоторых представителей мужской половины человечества и за ней ухлестывали одновременно три человека. Вот как раз Николай Рябушинский, который давал бабки на, например, журнал «Золотую руно», один из программных журналов вообще серебряного века, но о нем, вот, к сожалению, я все не расскажу, потому что мы не дойдем до родового имения Рябушинских, оно, кстати, и не сохранилось. Вот. Значит, дальше там был некий такой Михаил Журавлев, такой, знаете, пацанчик из «Золотой молодежи», который на деньги папы кутил и постоянно их проиграл в карты. Ну, а третьим был Николай Тарасов, ну, на самом деле, Тарасян, да, и у него был приятель Балиев, Балаян, наверное, я не знаю, Никита Балиев. Тарасян был очень богатым человеком, он был тоже богатым наследником, изысканный, красивый, такой, знаете, вот на стиле просто, все было хорошо, но ему все время казалось, что вот все с ним дружат из-за бабок, вот и женщин в том числе, и как-то вот не умел он просто по-человечески выйти и порадоваться солнцу, бокалу прекрасного вина и всему остальному. Тарасов этот вошел в историю еще тем, что он спас МХАТ, когда МХАТ поехал, ну, мы знаем, что МХАТ главный спонсор был Сава Морозов, потом Сава Морозов застрелился, МХАТ поехал поправлять свои дела в Германию и там почему-то народ не пошел, странно, да, приехали на русском языке показывать спектакли, а немцы не ходят к вам. Ну и они прогорели и, в общем-то, собирались уже с ползом возвращаться, пока к ним не пришел Никита Балиев и не спросил, сколько вам надо денег, они сказали 30 тысяч, вот ему 30 тысяч, выяснилось, что это даже не Никита Балиев, да, это его, собственно, друг-патрон Тарасов. Все, и МХАТ, соответственно, на коне, тем более Кайзер зашел к ним на спектакль, ну а как только царская особая заходит, королевская заходит на ваше мероприятие, то это самая лучшая реклама. Причем они предложили Тарасову как бы стать, ну как бы, как сейчас сказали бы, членом совета директоров, он отказался, Балиева взяли в труппу, в благодарность, что у него было такое смешное лицо армянское, что он там, конечно, совершенно не канал, но зато Балиев потом прославился в кабареле тучем мышь, они делали в Перцовском доме, рядом с храмом Христа Спасителя, такие капустники мхатовские были, гремевшие на всю Москву и куда, кстати, очень сложно было попасть, абсолютно такие закрытые вечеринки. Вот, вот Грибова мутила с Ребушинским, Журавлевым и Тарасовым и тут Журавлев проигрывается, проигрывается, причем проигрывается казенной бабке, он кидается срочно к Журавлевой, ой, извините, Грибовой, говорит, мне нужны деньги, она говорит, у меня денег нет и кидается к Тарасову. Тарасов уж на что был, так сказать, благотворитель, но денег не дал. Ребушинский тоже денег не дал и, а Журавлев сказал, что если денег не будет, я застрелюсь. И прикиньте, застрелился у нас еще денег. И вот в этом особняке, соответственно, там, ну, простой такой вечер, муж Грибов со своим приятелем, там, отужинали, пошли играть в бильярд, она со своей подругой стоит и показывает на некую, значит, на некий, ну, не сейф, да, некий тайный ящичек застает этот пистолет, говорит, вот Журавлев застрелился, может мне тоже застрелиться, то и начинает уговаривать, что нет, уходит, слышит выстрел, она в себя выстрелила, еще три дня жила. Тарасов узнал, что, оказывается, такая история, стал ненапряженно ждать, чем же она закончится, и когда Грибова застрелилась, он в себя на Большой Никиевской в доме тоже застрелился. Более того, одна из приятельниц Грибовой, решив, что Тарасов, главный виновник всей этой истории, послала ему гроб с венком. Неизвестно, до смерти он туда прибыл или после смерти. Трайное убийство, после этого все папарацци стали дежурить на вилле Черный Лебедь, которая располагалась в Петровском парке у Рябышинского, в тайной надежде, что он тоже застрелился, но у него было нормально. С трезвомыслием он не застрелился. Финальной точкой всей этой истории является то, что муж Грибовой после всех этих событий начал бухать как черт, ну и в общем спился и умер. Вот такой прекрасный рассказ в стиле Декаданс, совершенно традиционный для эпохи того времени, когда было модное такое все, знаете, эмо, смерть, бледность, коксы, морфин, я немножечко болею туберкулезом, вот у меня я прислоняю, точнее, подношу к рту платочек, потому что я сейчас буду харкать кровью, ну в общем вот это вот все, поиграем в Декаданс, как пела Агата Кристи. Поэтому видите, сколько всего на одном пятачке здесь сосредоточено. Ну, друзья мои, слушайте, погода диктует свои условия, тем не менее, пусть так, чем никак. Во-первых, хочу сказать, что про почтальонов, кстати, забыл рассказать, вот когда мы были у почтамта, вот видите, раньше какие почтальоны были, они носили раньше сабли, сабли, потому что почтальоны все время грабили. И вот сейчас то почтальоны не то, что сабли не носят, вот эта вещь будет допечатана с другим оформлением немножечко на обложке, да, и информация появится вскоре, как только это произойдет. Далее, значит, у меня экскурсии следующие будут в конце октября. Если вы захотите купить путеводитель, потому что у меня здесь в Москве есть две коробки, 50 штук аж, тоже, когда будете записываться, пишите, хочу приобрести путеводитель, он строит, стоит тот же, как и экскурсия, тысячи рублей. В Петербурге тоже экскурсии идут в меньшем количестве, чем летом, по понятным причинам, погода меняется и так далее. И еще раз хочу обратиться к людям, живущим в Москве, те, кто либо владеют, либо имеют отношение к каким-то пространствам, где можно проводить дискуссионные клубы, желательно со съемкой. Напишите мне, возможно, мы с вами договоримся на каких-то взаимовыгодных условиях. Ну, в принципе, на любых условиях я всегда открыт к этому. На этом все. Значит, ссылка на прекрасного оператора Игоря будет помещена там внизу. И вставляйте в комментарии. С вами был Гид Austin Powers АК АК Павел Перец. Увидимся. Пока. Всю информацию вы можете найти вот там.